МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые обязанности. В Бобруйске внесли изменения в план по профилактике коронавируса. Основная причина – это, опять же, подъем заболеваемости. Куда теперь не пустят без сертификата вакцинации и чем обязали руководители предприятий. Святой юбилей. В Бобруйске отпраздновали 30-летие Георгиевского прихода. Если вы хотите испытать радость, если вы хотите испытать счастье в жизни, послужите Богу. Как прошло торжество и чем удивительная история храма. А также производство молока, посещение занятий и рабочие будни. Президент Беларуси принял кадровые решения в системе государственной безопасности. Какие главные задачи обозначил Александр Лукашенко? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вовремя заметили, в Бобруйске горел жилой дом. Местом происшествия стала улица Рогачевская. Дым на втором этаже заметила хозяйка, сказала дочери. Та вызвала спасателей. Сотрудники МЧС быстро укротили пламя. Пенсионерка в это время находилась на улице. Одна из версий пожара – неисправность печи. В результате данного пожара повреждено перекрытие. В потолке повреждено некоторое имущество, закопчены стены и потолок. К счастью, пострадавших не оказалось. Утром того же дня спасателям поступил звонок о пожаре по улице Первая линия. Во дворе жилого дома горел легковой автомобиль. К моменту приезда пожарных машина вовсю полыхала. Хозяин находился на месте. Огонь ликвидировали. В результате повреждены передняя часть и салон. Пострадавших нет, причина устанавливается. Рейтинг «Хуже некуда». В Могилёве задержали таксиста. Он был пьян. Наряд ГАИ остановил «Ладу Веста». Водитель отказался выходить. Более того, взял и заблокировал двери. Правоохранители предупредили мужчину о применении физической силы, спецсредств. Но он не реагировал. Тогда инспекторы разбили боковое стекло и попытались вытащить нарушителя. Недолго думая, тот нажал на педаль газа и помчался. Петлял по дорогам, резко входил в повороты. Погоня закончилась выстрелом по колесам. Только после этого авто остановилось. За рулем был местный житель. Остудительствование показало 1,5 промилле алкоголя. Итог – несколько протоколов. Ранее Лихач неоднократно привлекался к административной ответственности. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксирован 1981 пациент с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 573 943 человека. Тем временем, в план по профилактике коронавируса в Бобруйске внесены изменения. Так, в развлекательные заведения с 23 часов до 8.00 не будут пускать без сертификата вакцинации или ПЦР-теста. Это касается как посетителей, так и работников баров, дискотек, игровых клубов, казино, бильярда, боулинга. Руководительным субъектам хозяйствования поручено провести вакцинацию сотрудников до 60% до 1 ноября и до 70% до 1 декабря. С чем это связано? Основная причина – это опять же подъем заболеваемости. И мы понимаем, что сейчас альтернативы вакцинации нет. С 9 октября в стране, напомним, действует обязательный масочный режим. За несоблюдение штраф до 870 рублей. К слову, в Бобруйске первым компонентом привились больше 80 тысяч человек. Это 37% населения. Второй укол сделали почти 56 тысяч – 26%. Всего в республике полный курс вакцинации прошли 1 миллион 865 тысяч белорусов. За безопасность, погодные контрасты и уважительная причина. Школьники и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней. С чем связано такое решение? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент Беларуси сегодня принял кадровое решение в системе государственной безопасности. В рамках совещания с сотрудниками КГБ на повестке дня борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях главной задачи – обеспечить стабильную социально-политическую обстановку и защитить страну от внешнего деструктивного воздействия. Школьники и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней. Такая договоренность достигнута между здравоохранением и образованием в Беларуси. Сообщается, что норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Разрешение распространяется на школы, средние и высшие учебные заведения. Производители молочных продуктов увеличивают экспорт и предлагают новинки. С начала года продажи на внешние рынки превысили 4 миллиарда рублей. Это на 6% больше прошлогоднего уровня. В экспортной географии 53 страны. 80% всего молока дают коровы белорусской галшетинской породы. Над ее выведениями селекции наши ученые работали более 20 лет. В Беларуси стартовала акция «За безопасность вместе». Продлится она по 29 октября. Сотрудники МЧС проведут беседы с гражданами. Напомнят о последствиях нарушения правил оставления детей без присмотра и злоупотребления спиртными напитками. К слову, все желающие могут обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища. Контрастную погоду прогнозируют синоптики на этой неделе в Беларуси. Завтра днем плюс 11, ночью заморозки до минус 3. Осадки только по западу страны. Уже в среду в темное время суток и утром ожидается снег. С четверга начнутся кратковременные дожди и усиление ветра. В выходные поступит холодный арктический воздух. Прогнозируется понижение температурного фона. Святая обитель. Георгиевский приход отметил 30-летие. Торжественная литургия прошла в храме святого Георгия Победоносца. Возглавил ее епископ Бобруйский Быховский Серафим. В честь юбилея он вручил протеерею Геннадию Вейгу грамоту от патриаршего экзарха всей Беларуси о духовенству и сотрудникам архиерейские. Если вы хотите испытать радость, если вы хотите испытать счастье в жизни, послужите Богу в строительстве, в просвещении, в молитве. И вот этой радостью мы хотели поделиться именно празднуем 30-летие. Потому что нам Господь дал эту возможность трудиться, призвал нас, мы откликнулись на зов Божий. Храм в честь святого Георгия Победоносца сохранился с дореволюционных времен. Когда-то здесь была автомастерская, после войны столовая и библиотека. Его полностью восстановили в 1991-м по историческим фотографиям. Сейчас приход – это не только церковь, но и сестричество, воскресная школа и духовно-просветительский центр. Победили главного конкурента. В минувшем туре чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге Белшина гостила в Минске. Столичные Крумкачи принимали Бобручан. Счет в матче открыли гости на 15-й минуте. Подачу с углового замкнул Чесноков. Это был единственный гол в первом тайме. Во втором зрители увидели три взятия ворот. Сперва Велисевич удвоил преимущество приезжей команды. Нападающий Воронов-Краснов позже сократил расставание до минимума. Но последнее слово осталось за игроками в белых футболках. Исаев установил окончательные цифры на табло. 1-3 в пользу красно-черных. Следующий матч Шинники проведут 24 октября. На стадионе «Спартак» примут лидера чемпионата Держинский «Арсенал». Начало в 13.00. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!